Итак, это опять моя очередь выступить. Я хотел поговорить о тактике введения низкорискового ГТН. И, собственно, здесь план моего доклада, показания к терапии, как мы стадируем и оценим риски у пациентов. Есть ли оптимальная терапия, качество первого ряда, при низком риске, как терапия второго ряда, как нам оптимально лечить таких пациенток. Далее нам нужно использовать монотерапию и комбинированную терапию. Далее нужно, какие есть пороги ХГЧ для того, чтобы определить место перехода с монотерапии на комбинированную терапию, наблюдение за пациентами и клинические случаи. Итак, чаще всего пациентки проходят по такому пути, и пациентки регистрируются с пузырьным заносом для мониторинга в одном из трех клинических центров. И, соответственно, где-то примерно 15% полных заносов и до 1% очистительных заносов – это случаи ГТН, неоплазии. И показания к терапии – это, соответственно, уровень плотой или повышение уровня ХГЧ, и, соответственно, это определяет терапию. Еще одно показание к назначению химиотерапии в Великобритании, в частности, справа они показаны, и зачастую они соответствуют критериям ЭГМО. Такие критерии, как тяжелое вагинальное кровотечение, желудочно-кишечное и интерпринентальная геморрагия, данные за хориокарциному, данные за метастазы в мозге, печени, ЖКТ, или большие метастазы в легких. И, естественно, показанием к терапии является ХГЧ выше 20 тысяч примерно через 4 недели после исходного удаления опухоли, поскольку здесь имеется хорошо установленный риск перфорации матки. Предыдущая рекомендация по повышенному ХГЧ через 6 месяцев после удаления органа, даже если оно падает. Таких пациентов мы раньше лечили, но теперь это указание удалено, поскольку данные клиники Чарлинг-Кросс показывают, что если мы просто наблюдаем за этими пациентками, ХГЧ может спонтанно уйти в норму. И часть пациентов, за которыми наблюдали в течение после достижения месяцев, у них ХГЧ нормализовалось, им не потребовалась дальнейшая терапия. Итак, гистологический доказательство хориокарциному, у кого заболевание достаточно удалено, и стадирование является отрицательным. И в такой ситуации у таких пациентов безопасно на самом деле не назначать химиотерапию, поскольку у этих пациенток, если эти пациентки комплоентны требованием тестов на ХГЧ, их ХГЧ падает на некоторых сериях. 10% пациентов с дискористовым хориокарцином, у которых нормализовалось ХГЧ, у них нормализовались уровни ХГЧ без необходимости химиотерапии. И это серия Великобритании, и французская когорта, это чуть больше, 36 пациентов, и у них был показан тот же самый результат. То есть гистологические признаки хориокарциномы не всегда, не обязательно являются однозначным показанием к назначению терапии. И поскольку у большинства пациентов, которые развиваются ГТН после позорного заноса, мы их можем вывести с помощью мониторинга на ХГЧ, инсенсивное стадирование обычно не требуется. Для них достаточно провести анализ крови, после того, как ХГЧ можно делать УЗИ малого таза, чтобы исключить беременность. Оценить для оценки распространения заболеваний на органы малого таза и брюшной полости. Можем посмотреть на уровень метастаза, их объем, и также посмотреть на сосудистые изменения. И, кроме того, можем оценить пульсационный индекс матки, что может быть практическим фактором для развития резистентности. Для металлокассиаты, в качестве терапии периода пациентов, делается рентгенография грудной клетки. Если в норме, нет, здесь не требуется КТ грудной клетки. Если обнаруживается метастазирование, обнаруживается микрометастаза, когда мы живем в 40 пациентах. И это не влияет на исходы. Если результаты рентгенографии грудной клетки патологические, требуется, соответственно, КТ грудной клетки, плюс МРТ мозга, если имеется крупное и в большом количестве метастаза. Далее ФИГО говорит, используется систему оценки или прогнозирования, используя данную практическую шкалу, и мы можем использовать систему для того, чтобы сравнивать данные между разными центрами. Эта система оценки на самом деле прогнозирует потенциал развития резистентности на химиотерапию периода без метатриксата или так как на медицина. Таким образом, оценка, соответственно, содержит возраст, предыдущий беременность, интервал между количеством месяцев от цинды, соответственно, значимой беременности, хегочедотерапии, размер опухоли, зона расположения метастазов, количество метастазов и предыдущие попытки, неудачные попытки химиотерапии. И, соответственно, мы можем начинать терапию с использованием монотерапии, и метатриксат является препаратом выбора в Великобритании. Если мы имеем оценку у пациентов от 0 до 6 баллов, если 7 баллов и больше, то у пациенток вероятность излечения на монотерапию невелика, соответственно, требуется на изучение комбинационной химиотерапии с самого начала. И также об этом мы уже говорили о необходимости вторичного выскабления и, возможно, гистеротомии, поэтому я об этом вопросе касаться не буду. Далее, если говорить о терапии периода при низкорисковом заболевании, есть ли оптимальная терапия, монохимиотерапия с использованием монотериксата или актиномицина Д, актиномицина, да, являются предпочтительным вариантом, или в Великобритании мы, соответственно, используем в основном метатриксат. Имеется целый ряд схем терапии, которые уже опубликованы, и данные многих нейронизированных перспективных исследований указывают на показатели полной ремиссии на уровне от 50 до 90%, и вариабельность этого объясняется различиями в дозировке, схеме введения, методе введения и, скажем так, выборка и отбора пациентов, включенных в эти исследования. Обновленный Кохрановский метаанализ, опубликованный в 2016 году, в него было включено 7 РКИ с участием 667 женщин, и они пришли к выводу, что с умеренной степенью доказательности, что дактиномицин, скорее всего, обеспечивает первичное излечение женщин по сравнению с метатриксатом. Однако, также было показано, что применение дактиномицина связано с повышенным риском развития токсических проявлений, хотя, опять же, здесь доказательность несколько ниже. Ограничение этого метаанализации является то, что многие из этих исследований, включенных, имеют недостаточную статистическую мощность и сравнение схем терапии, и сравнение схемы, которые не используются на международном уровне. Мы используем метатриксат как стандартную терапию первого ряда при низком риске. Метатриксат вводится внутримышечно 50 мг через день, 4 инъекции, соответствующие дни между инъекцией метатриксата вводится фалиновая кислота, которая вводится через 24-48 часов после инъекции метатриксата. Эта схема повторяется раз в 2 недели, пока не нормализуется ХГЧ, и затем в течение 6 недель, после трех полных циклов, после первого ряда, и начинается еще 3 консолидационных цикла в течение 6 недель. И мы показали, что даже если мы даем на один консолидационный цикл меньше, это повышает риск рецидива. Поэтому у пациентки получают 2 консолидационных, если у пациенток, получивших 2 консолидационных, у них риск рецидива составляет 8%, у получивших 3 консолидационных цикла риск рецидива составляет порядка 4%. То есть в любом случае мы даем 6 недель консолидационной терапии. Метатриксат достаточно хорошо переносится в зависимости от той серии пациенток, которую вы оцениваете. Токсичность находится на уровне 2 суток до 6%, и как правильно, это, соответственно, сухо рта, проблемы с глазами, у пациента может возникать, поливральные или притальные боли, связанные с химиотерапевтическим сирозитом. И у небольшого количества пациента это может стать причиной смены химиотерапии, поскольку могут быть неопереносимые токсические проблемы. Были также попытки провести рандомизированные исследования, и это было исследовано, проведено ГОК в 2017 году. Это было рандомизировано исследование третьей фазы доктинамицина по сравнению с многодневным введением метатриксата. Это было 2 схемы метатриксата использовала схема. Одна была схема, которая использовалась в Великобритании, и также была схема с внутривенными введениями метатриксата. Имелось 0,4 мг на килограмм ежедневно в течение 5 дней с повторением этого курса раз в 2 недели. И в этом исследовании, оно проводилось с июня 2012 года до сентября 2016 года, и, к сожалению, оно было прервано вследствие недостаточного набора пациентов после того, как было включено 57 пациентов. Это исследование с недостаточной статистической мощностью, но результаты были представлены на Немеждународной конференции в Амстердаме пару лет назад, и было показано, что полный ответ ХГЧ на пациентов, полученных доктинамицин, составил 75%, а на метатриксате составил 88,5%. Это не достигло уровня статистической достоверности, побочные эффекты. Среди побочных, гонбоказит был значимым, учащим защищался на метатриксате, и половина пациентов, получавших на метатриксате, сообщали, что многодневная схема на метатриксате неудобна, однако качество жизни в целом было одинаковым. И я считаю, что это исследование показало проблемы, что несмотря на международное сотрудничество в разработке и реализации этого исследования, имеются существенные сложные регуляторные барьеры, которые необходимо преодолевать, прежде чем мы сможем успешно провести подобное РКИ, когда мы говорим о редких заболеваниях по данному. И я думаю, что этот вопрос требует дополнительного рассмотрения и обсуждения. И также в литературе хорошо задокументировано, что имеется постоянный запрос в терапии второго ряда, несмотря на все попытки по разработке оценки рисковых шкал у этих пациентов. Мы знаем, что в группе низкорискового заболевания 65-75% пациентов в итоге дадут полный ответ на химиотерапию первого ряда. Поэтому имеется существенная доля пациентов, у которых развивается резистентность к методриксату. И, соответственно, вероятность того, что это произойдет, повышается с повышением оценки риска по ФИГО, диагноз хориокарциномы, более высокий уровень хогичетного начала лечения и наличие метастазов также может стать причиной резистентности к методриксату. И здесь мы видим, что у пациенток с оценкой в 6 баллов у них 80-процентная вероятность полного ответа на методриксат. Тогда как другие данные Великобритании из нашего центра Мочарин-Кросс показывают, что если у пациентов очень высокий уровень хогичетного терапии, что только 16% этих пациентов может достигнуть полный ответ. Если у пациентов очень высокий уровень хогичетного, более 400 тысяч, то у них отсутствует уровень полный ответ. И с этими пациентами требуется некоторая смена, скажем так, терапевтического подхода. Однако, как мы уже сегодня слышали, общая выживаемость при низкорисковом заболевании должна составлять 100%. Так что большинство из нас считает, что мы должны назначать с этим женщинам исходно менее токсичную терапию. Прежде всего, при 6 баллов у нас имеется достаточно высокая вероятность получения полного ответа. И есть замечательные данные от группы Майкла, которые показали, что терапия до развития... Мы лечим пациентов до развития резистенции метриксат, и далее меняем схемы терапии. И на самом деле, это только пролонгирует терапию примерно на 2 недели, и не влияет отрицательно на долгосрочные исходы. Но, тем не менее, я думаю, что эти данные нам показывают, что нам требуется, нам нужно подумать, как мы можем подстроить, что ли, адаптировать схему ФИГО, оценившую схему шкалу ФИГО, для того, поскольку примерно 50% женщин у них развивается резистенция метриксата, и, возможно, мы могли бы начать более токсичную терапию с самого начала, и, соответственно, сейчас идет работа международного сообщества в этом направлении, в этом отношении. И какова же оптимальная стратегия при неэффективности метриксата? Что мы должны использовать? Монотерапию или комбинированную химиотерапию? Итак, однозначно, адаптивный медицин в монорежиме эффективен, имеется несколько трансфективных серий пациентов, но отсутствует РКИ, и сравнение этих серий очень сложно вследствие различных схем терапии и различных пороговых величин ХГЧ. Данные из Великобритании, нашей группы из Шеффилда и клиники Чарлинг-Кросс показывают, что ответ на диктамицин в качестве терапии второго ряда составляет от 90 до 94%. Французская серия была опубликована в прошлом году, она показывает несколько ниже уровня полного ответа, 75%. Однако французы не использовали пороговую величину ХГЧ для определения времени перехода на химиотерапию второго ряда, поскольку в Великобритании при развитии метриказистенции к метриказиту мы используем порог по ХГЧ для того, чтобы принять вопрос о переходе к химиотерапии. Соответственно, будет монотерапия второго ряда или комбинированная терапия. Комбинированная химиотерапия чрезвычайно эффективна. Пример этих схем – это трехдневная схема этапозит плюс дактиномицин, либо схема МАКО. Хотя, конечно, они очень эффективны, потенциально они также токсичны. Есть имеется хоржедектированное данное увеличение риска лейкемии, также имеется риск ранней менопаузы, и, кроме того, это не так удобно для пациентов. Это требует госпитальной терапии, что повышает стоимость терапии. Это неудобнее пациента, и, естественно, также его следствием является аллопице. В 2011 году, как стратегия, по которой пытались уменьшить количество пациентов, которые получают комбинированную химиотерапию, мы разработали наш протокол терапии в Шеффилде. В 2011 году этот прикол был разработан. Все пациенты сюда были включены, которые получали требования с 2001-2015 год, и 35% этих пациентов, у них развивалась резистентность к метатриксату. И таким образом, вместо того, чтобы перевести этих пациентов, когда он развивался резистентность к метатриксату, при более высоковременных АГЧ, вместо перехода их на комбинированную химиотерапию, мы переводили их на монотерапию карбоплатиной. И до этого, если учили в ХГЧ, был менее 300 единиц, на момент развития медицинского метатриксата, пациенты получали монотерапию адекатиномицином. Если он был выше 300, они получали 3 дня схемы адекатиномицин, плюс адапазит, в дозировках, показанных на слайде. Таким образом, это 3 дней госпитальной терапии, каждые 10 дней, плюс 6 недель консоляционной терапии. С момента нормализации ХГЧ. Соответственно, показатель полной ремиссии составлял 89%, однако была выражена токсичность. 43% пациентов у них была нетрепения третьей-четвертой степени, 100% аллопеция, значимая тошнота и рвота, и муказит. Соответственно, потенциально это достаточно, то есть это, в принципе, достаточно токсичная схема. Мы опубликовали наши данные по применению препарата карбоплатина в 2016 году, и в целом это была 21 пациентка, которые получили терапию в период с 2011 по 2015 год. Пациентки это были низкого риска, соответственно, оценка по шкале была от 0 до 6 баллов. Типичная, полночастичная заносы их рекорсиномы исключали, то есть подключались пациенты с полночастичной заносой горе-корсиномы исключались под СПСДТ и эти дети. Пациенты были ссидены к имени токлексату, у них было подтверждено повышенное ХГЧ, и плато в течение, как не менее трех недель, использовалась карбоплатина с областью под кривой 6 раз в три недели, и мы получали повторную терапию. Терапия, если нитрофилы были больше единицы, тромбоциты были 85, доза снижалась, если мы наблюдали токсичность 3-4 степени, или отсрочивали терапию при области под кривой 5, и терапия продолжалась до ремиссии, плюс еще два цикла. Соответственно, в среднем пациентке получали 5 циклов на каждую пациентку, и общее количество циклов карбоплатина 109, 24% этих циклов были отсрочены, и 28% этих циклов вводились в сниженные дозировки ХГЧ на момент перехода на терапию было порядка 2000, и полный ответ по ХГЧ у 17% был достигнут 17 и 29% составил 81%, 4% пациентки, у которых эта схема была неэффективной, им была назначена химиотерапия третьего ряда. И обновленные результаты прошлого года было включено еще 7% пациенток без случаев неудачной терапии, мы, соответственно, можем сказать, что общий показатель полного ответа составил 86%, все очень похоже на 89%, которые мы наблюдали при использовании комбинированной химиотерапии. Итак, неэктомологическая токсичность применения карбоплатины, она такая, как можем ее ожидать, препарат обычно хорошо переносится, и, как мы ожидаем, отсутствует аллопиция, однако наглядилась на заграничивающая гемотологическая токсичность, и она наблюдалась примерно в 33% случаев нетрепедия 3-4 степени, и также тромбоцитет в 23-24% случаев, 30% пациентов потребовалась поддержка с пользой ГКСФ. С точки зрения исходов, если говорить об фертильности, у 5 пациентов была одна успешная беременность, у одной пациентки был выкидыш, но 57% пациентов менструировали, однако, но они не достигли беременности, и не было сообщений о вторичных злокочных опухолях. Также имеется бразильская группа авторов, которая опубликовала в журнале «Гинекологическая онкология», что чувствуются с исходным подходом, и они смогли... Имеется нехватка дактиномицина в Бразилии, соответственно, они ввели пациентов процентом дактиномицина, и поскольку у них были также наши данные, они получили 23 пациентки с ГТН низкого риска и резидентом метрексата, и они получили существенно меньший уровень полного ответа, 48% у пациенток. И у пациенток с нефтинкс терапией, в основном, сначала с терапией третьего ряда, это была комбинированная терапия, три пациента потребовали четвертой линии терапии. Но эта популяция бразильская отличалась от нашей пациентки. Мы можем, возможно, когортов Шеффилл не было несколько большего риска, у нас было больше пациенток с более высоким риском, из низкой рисковой группы, в самом деле, диагноз ГТН был несколько выше, но если посмотреть на терапию, то в бразильской популяции только 52% случаев циклов химиотерапии были введены вовремя по сравнению с 76% по нашим данным. И опять же, 48% циклов в Бразилии были вводили со сниженной дозировки, тогда как в наших данных он составил 28%. Другим образом, интенсивность, скажем так, терапии была ниже в бразильской группе, что можно объяснить различные результаты. Но также нужно сказать, что мы должны понимать, что если одна терапия работает в бразильской группе, мы не можем предполагать, что если мы переносим в другую страну ту же самую популяцию, она будет работать с такой же эффективностью. Другими словами, есть факторы, связанные с пациентами, есть расовые отличия, и есть отличия в биологии опухоли, и все эти различия, к сожалению, остаются пока недостаточно проясненными. Какую же стратегию можно применять для того, чтобы уменьшить количество женщин, которые получают комбинированную химиотерапию? В Великобритании в течение многих лет мы стараемся увеличить пороговые уровни ХГЧ, на котором мы переходим на комбинированную терапию, а не монотерапию. Вот это вот данные, опубликованные, представленные данными из клиники Чайнг-Кросс в национальном конференции на Международном Амстердаме в 2017 году, и мы видим, что дактиномицин однозначно активен при более высоких уровнях ХГЧ, он эффективен, однако в левой колонке мы видим, что с повышением порога, но по мере повышения порога ХГЧ, уровень, скажем так, эффективности дактиномицина снижается, и оценка по шкале ФИГО до лечения не влияет на вероятность эффективности дактиномицина. Но это тоже очень важно, что, тем не менее, дактиномицин обеспечил эффективность терапии у 93% при ХГЧ менее 1000, и общая выжимаемость составляет 100%, что является очень важным. И в этой серии 14 пациенток мы смогли избавить от комбинированной терапии, что является, скажем так, благоприятным результатом. И поскольку мы попытались увеличить порог ХГЧ для перехода на комбинированную терапию, соответственно, мы понимаем, что мы выйдем на порог когда его эффективность будет ниже. Но в итоге мы в Великобритании подняли порог еще раз. То есть, если потом открывается ресторан с металликсатом, где идут 30 тысяч единиц ХГЧ, мы приходим на ХГЧ, но если уровень выше 30 тысяч человек, если уровень выше 3000, извините, но менее 30 тысяч, мы назначаем карбоплатину, но немножко по другой схеме. То есть, карбоплатину мы назначаем солнцем и крови 4 раз в 2 недели. Эта терапия эффективна. И также мы хотим понять, сможем ли мы уменьшить риски гемотологической токсичности. И, кроме того, мы оставляем комбинированную терапию на уровне ХГЧ выше 30 тысяч. или, соответственно, можно сжечь терапию 3-й уровень. С точки зрения наблюдения после терапии, как правило, пациентки восстанавливаются в течение нескольких недель после бонотерапии. Риск рецидива невелик, составляет менее 5%, и 3-4 этих рецидивов наблюдается в течение первых 12 месяцев. В частности, в течение первого года мы мониторируем пациентку достаточно интенсивно, и мы рекомендуем избегать наступление беременности в этот период. Пациентки могут использовать любые методы контрацепции, если отсутствуют противопоказания к его применению, и здесь я просто вам показываю, что вот наш протокол в Шеффилде, достаточно интенсивное наблюдение с ежедневным, ежемесячным наблюдением за пациентом в течение первого года, и затем мы переходим к наблюдению ХГЧ в моче в течение раз в 6 месяцев до конца жизни. Однако, другие данные из клиники Чарлинг-Кросс, и эти данные по всей серии в Великобритании показывают, что отсутствуют рецидивы после 7 лет. Таким образом, мы в Великобритании внесли изменения в наш подход в случае низкого риска и стандартных пациентов высокого риска, то есть пациенты с пищевым высокориском, если они наблюдали, не получали какую-то иммунотерапию, или если у них не было ПСТ или СТ, мы наблюдаем за пациентами в течение всего лишь 10 лет, а не до конца жизни. Это существенно имеет последствия для пациенток с точки зрения того, что им не требуется пожизненное тестирование на ХГЧ, и кроме того, это буквально влияет также и на уровень затрат. И также мы знаем, что фертильность не изменяется при применении талексата, отсутствует существенное увеличение риска наступления ранней именопаузы. У женщин, которые желают забеременеть, 80-30% соответственно смогут это сделать, и отсутствует увеличение риска врожденных мальформаций при применении талексата, или также не происходит риск вторичных злокачественных образований, и на этом я хотел бы поблагодарить вас за внимание. Спасибо. Спасибо.